Взрыв на Керченском мосту. Это главная тема сегодняшнего дня. Добрый день, меня зовут Дмитрий Еловский. Это программа «Новости воздух» на канале Ходорковский лайф. Итак, Крымский мост атакован. В Международный день уголовного правосудия в разгар курортного сезона, который в Крыму, похоже, даже не отменяли, поздней ночью жители города Керчь услышали два взрыва. Один из них в 3 часа 4 минуты, второй в 3 часа 20 минут. Взорвались опоры моста. Сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, их могли атаковать надводные дроны. В это время по мосту ехала семья из Белгорода. Родители погибли. Наталья Кулик и ее муж Алексей ехали на машине вместе с своей 14-летней дочкой Ангелиной. Девочка сейчас в больнице с травмами средней тяжести. Врачи говорят, что ее жизни ничего не угрожает, но она потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей и не знает, что они погибли. Судя по кадрам, опора действительно не уничтожена, но пролет частично провалился. Сейчас возбуждено уголовное дело о теракте. Поэтому, если вы в России хотите публично где-то, допустим, в соцсетях или даже в разговоре, как-то положительно отозваться о произошедшем, помните о статье об оправдании терроризма. РБК Украина и ВБС со ссылкой на источники в украинской разведке сообщают, что атаку на Крымский мост спланировали СБУ и ВМС Украины. Собеседник британского издания в СБУ сообщил, цитирую, мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать. Ну, ровно такую же цитату приводит и источник издания РБК Украины. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отказался официально комментировать взрыв. Я цитирую. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост, конструкция там излишняя. Юсов также отметил, что из-за повреждения моста у российской армии в Украине возникнут, судя по всему, проблемы с логистикой. СБУ комментирует атаку на Крымский мост с помощью стишка «Соловей родной брат снова мост пошел поспать». Это такой вольный перевод с украинского. Во время прошлой атаки моста украинское ведомство, надо сказать, реагировало примерно так же. Это некий ремейк стихотворения Тараса Шевченко. Россия. Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации обвинил в атаке Украину. По данным НАК, мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Прокремлевские телеграм-каналы ранее сообщали, что атаковать Крымский мост могли модернизированные водные дроны-беспилотники. Обломки водных мотоциклов были обнаружены у 145-й опоры моста, где был нанесен удар. В этом пишет Мэш. Такие дроны идут к цели под водой, выглядывая на поверхность буквально на несколько сантиметров. Фото и видео с Крымского моста свидетельствуют о том, что он может быть поврежден на самом деле серьезнее, чем в прошлый раз. В этот раз автомобильное сообщение по мосту может быть полностью прекращено на месяцы. Судя по фото и видео, в результате последней атаки у моста повреждены пролеты в обе стороны, а не в одну, как это было в прошлый раз. Ну и пару слов о реакции Кремля. Действия зерновой сделки прекращаются. Тоже такой вот итог. Об этом сказал Дмитрий Песков. А вот по поводу взрыва. Цитата. «Мы знаем причины, и те, кто стоит за этим террористическим актом, это потребует от всех нас собранности, дополнительных мер и работы». Конец цитаты Дмитрия Пескова. Тут надо, друзья, напомнить и о событиях прошлой осени. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел первый взрыв. Было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело 7 цистерн грузового поезда. Погибли тогда 5 человек. Движение по мосту было полностью остановлено, что стало первым таким случаем со дня его запуска. Весной 2023 года движение легковых автомобилей и поездов было полностью установлено. По оценкам нескольких источников, инцидент повлиял лично на президента Путина, так как взрыв прогремел спустя буквально несколько часов после его 70-летия, а сам Путин был непосредственно вовлечен и очень увлечен строительством этой артерии транспортной. Вот любопытная деталь. Сегодняшний взрыв произошел спустя ровно год после того, как Дмитрий Медведев, зампред совбеза РФ на встрече с ветеранами в Волгограде грозился судным днем в случае атаки на Крым. Пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Ну, естественно, сегодняшний инцидент Медведев тоже не мог не прокомментировать. Правда, разродился текстом у себя в телеграм-канале, только ближе к полудням. Организатора взрыва он назвал террористами и пригрозил страшной карой. Они понимают только язык силы, это цитата, только персональные, совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома, дома их родственников, искать и ликвидировать подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное, уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые не прятались, конец цитаты. Прокомментировала взрыв и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она написала о себе в телеграм-канале, цитирую. «Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, конец цитаты». Глава Гурсовета оккупированного Крыма Владимир Константинов также возложил всю ответственность за взрыв на Киев и пообещал возмездие. Я цитирую. «В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало, не остановят и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар. По возмездию будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары под центром принятия преступных решений». Конец цитаты. Губернатор Белгородской области, в отличие от своих коллег-чиновников, не стал впадать в агрессивную риторику. Он подтвердил, что в результате взрыва погибли двое жителей его региона, а их дочь получила ранение. «Пострадала девочка. Ранение средней тяжести находится уже под присмотром врачей. На связи с ней Андрей Александрович Иконников, министр здравоохранения Белгородской области. В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу и перевезем к нам в Белгородскую область». «Самое тяжелое. Ее родители погибли. Папа и мама дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, это семья из Новосковского округа, связаться с родными. Будем сейчас оказывать все необходимую помощь». Сейчас известно о том, что 14-летнюю Ангелину Кулик перевозит в Краснодар, где ей будет оказана дальнейшая медицинская помощь. А вот бывший глава Верховного Совета, так называемый ДНР, Игорь Стрелков-Гиркин, в очередной раз раскритиковал то, как Россия ведет войну. Дальше цитата. «Будут бить еще больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорничков не будет, что партнеры их не поймут и не простят, и что в войне надо побеждать». Конец цитата. В этой связи Маргарита Симоньян предложила бомбить Тауэрский мост, так как мост якобы взорвали при помощи британских спецслужб. Несколько комментариев поступило от украинской стороны. Спикер оперативного командования ВСУ Юг Наталья Гуменюк заявила, что, может быть, Россия сама организовала взрыв. Цитата. «При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию, и разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию». Конец цитата. Впрочем, позже глава пресс-службы СБУ Артем Дегтяренко заявил РБК «Украина», что детали по организации взрыва спецслужбы раскроет после победы Украины. Я цитирую «Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки». Друзья, мы записываем этот выпуск сейчас на моих часах 12.39, время московское. Комментариев от Путина до сих пор не было. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал Ходорковский Лайв и шерьте это видео в своих соцсетях и отправляйте его в мессенджеры своим друзьям. Спасибо. Это были Новости Воздух. Это Дмитрий Ивовский. Всем пока и хорошего дня.